Всем привет! В этой лекции мы поговорим о том, как в данном курсе мы будем оценивать время работы алгоритмов и почему именно так мы будем это делать. Рассмотрим алгоритм, который мы с вами прошли уже в одной из наших первых лекций, алгоритм вычисления чисел Fibonacci с помощью массива. Как мы помним, мы посчитали, что данный алгоритм выполняет 2n плюс 2 строки кода, именно первые 3 строки выполняются, потом в цикле выполняется 2 умножить на n минус 1 строку и в конце возвращается результат. Получается 2n плюс 2. Естественный вопрос, однако возникает, действительно ли это отражает то, сколько этот алгоритм будет работать на реальной машине. Ну, во-первых, оценивать время работы алгоритма в строках немножечко странно, банально потому, что все строки здесь занимаются разными вещами и потенциально могут иметь сильно разнящееся время работы. Давайте чуть подробнее посмотрим. Есть строка, в которой происходит присваивание. Дальше есть цикл, в котором на каждой итерации, во-первых, происходит инкрементирование переменной i нашей, которая в свою очередь включает, во-первых, увеличение на единицу текущего значения, а во-вторых, запись потом в переменную i полученного значения. А также происходит проверка условия, то есть проверка того, не стало ли i большим, чем n. Есть также создание массива, которое включает в себя выделение памяти. Наконец, есть вот эта вот строчка, в которой очередное число Фибоначчи вычисляется как сумма двух предыдущих. В ней происходит, во-первых, доступ к элементу, во-вторых, сложение, да во-вторых, еще и довольно длинных чисел потенциально, потому что, как мы помним, числа Фибоначчи растут довольно быстро, поэтому, когда i станет уже там порядка нескольких десятков, то складывать мы будем здесь длинные числа, которые, возможно, даже не поместятся в стандартный тип. Наконец, когда сумма вычислена, ее надо записать в соответствующую ячейку. Итого, у нас есть много разных инструкций, которые потенциально могут занимать разное время, и все еще, на самом деле, даже сложнее, поскольку время, которое реально занимают эти инструкции, эти строки кода, вообще-то сильно зависят от машины, на которой они исполняются. Они зависят от тактовой частоты процессора, зависят от архитектуры, зависят от компилятора использующегося, зависят от устройства и иерархии памяти. И нам очень бы, согласитесь, не хотелось про каждый наш алгоритм говорить, что вот при таком наборе параметров машины, на которой он запускается, алгоритм будет работать столько-то секунд, а при таком работать столько-то секунд, ну и так далее. Да это, конечно, и невозможно. То есть нам бы хотелось иметь способ оценки времени работы алгоритма, который не зависел бы от этих факторов и, с другой стороны, довольно адекватно отражал бы реальное положение дел. Вот сейчас мы перейдем к определению O большого, а потом обсудим его преимущества и недостатки.